МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, точно, мы не знаем, сколько их, но официально мы получаем эти контакты из социального департамента, и этих где-то 5 тысяч, более-менее, сюда-дуда. Ну, вот в Таллине более 5 тысяч, а, скажем, в вашей программе сказано, что вы хотите наладить контакт примерно с 3 тысячами людьми. То есть почему вот эти 2 тысячи оказались вами неохваченными? Ну, дело просто в том, что из этого 5 тысяч какой-то процент не живет в Эстонии, и какой-то процент просто не хочет помощи. И мы, если мы делаем эту программу, мы положили тел для себя, чтобы мы хотим получить контакт с 3 тысячами. Так вот, когда вы вступаете в контакт с этими молодыми людьми, вы же наверняка интересуетесь у них, почему они оказались в такой ситуации. Я вот вернусь к своему первому вопросу. Как получается, что молодой человек... То есть мы говорим о людях до 26 лет, правильно? Да. С 15 до... Ну, 15, допустим, это еще такой возраст школьный, а если человеку 20, 21 год, 22, то есть это уже взрослый человек, который должен или учиться, или работать. Откуда такая инфантильность, почему они ничего не делают? Ну, это и разные. Несколько просто не хотят работать. Несколько родители просто платят все. Или они не знают, где они хотят работать, или с кем быть. Или проблемы с... Здоровье. И это и разные вещи. Ну, с теми людьми, за которых платят родители, относительно все понятно. А как живут другие? На что они живут? Ведь надо как-то жить, платить, покупать еду. Иногда они работают, какое-то время тогда тоже воровают, даже живут с друзьями и просто попробуют жить. Чем может помочь ваша компания, вот этот проект, эта программа? Что вы делаете с этими людьми? Во-первых, мы попробуем получить контакт. Если мы получаем контакт, тогда говорим, что молодые люди делали раньше, где учили, где работали. Если не работали нигде, тогда попробуем найти эти места, где он или она хочет работать, или с кем быть. Тогда говорим, говорим, говорим. И какое-то время они тогда начинают подумать, что ясно, может быть, я пойду на работу, или пойду учиться куда-то. И тогда мы просто помогим их найти эти места. Ну а каким образом это происходит? Скажем, молодёжный работник приходит на дом к такому человеку или приглашает его на консультацию в дом молодёжи? Работают ли эти люди, начинают, по крайней мере, с волонтёрства или сразу могут устроиться куда-то с вашей помощью? Это зависит от молодого человека. Иногда они не хотят встретиться. Тогда мы позвоним или говорим через интернет. Попробуем найти мотивацию от них. И тогда... Это зависит от молодёжного человека. Это очень разное. 3 300 молодых людей. Вот такую цель вы поставили, с ними хотели наладить контакт в течение трёх лет, с 2019 по 2021 год. Сейчас у нас 2020 на календаре. Примерно середина года. То есть какие-то промежуточные итоги как раз можно подвести. Половина проекта позади, так сказать. Какие эти итоги? Ну, мы попробовали взять контакт больше, чем 5000 человек. Но мы получили этот... Да, я хочу помощь от... Больше, чем 300 человек только. Но с которыми мы уже работали, они 50% уже нашли работу или пошли учиться куда-то. Где в основном устраиваются эти люди? То есть какого рода работу они могут получить? И в чём вы им можете помочь конкретно? Это тоже очень разное. В магазине тоже у нас был технолог-гений. Генный же технолог? Да, и хотела найти работу, и нашла работу. И это значит, что очень разное место, где они хотят идти, и куда они будут работать. Ну, возможно, кто-то из таких молодых людей нас сейчас смотрит, и у него в голове возникла мысль, а почему бы не попробовать что-то изменить в своей жизни? Я так понимаю, не только вы находите этих молодых людей, но и к вам можно обращаться. Куда? Да. В Даллин работают 6 человек. И можете писать на хоксисе, собачка, talin.elvia.ee, или у нас есть тоже страница, которая, я думаю, будет тоже видна. Ну, то есть на странице Таллина тоже можно найти специальный раздел «Молодёжная работа», и там уже увидеть контакты тех молодёжных работников по районам, которые занимаются такими вопросами. А вот если говорить о том, что вы возвращаете молодым людям мотивацию, приходится ли вам сотрудничать, скажем, с другими специалистами, с психологами, с социальными работниками? Конечно, конечно. Мы работаем вместе с социальными работниками, с психологами, тогда тету-касса, и этот, с кем мы работаем, это тоже опять зависит от этого молодёжи. Мы думали, что мы можем делать работу в группах, но нет, кейс-пай-кейс, только. Только личная работа, да? Да, личная работа только. У нас в гостях был руководитель программы «Хоаксиса» Кристин Круз. Спасибо и удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok